Практически ежедневно нам поступают известия о смерти актеров и других знаменитых людей. В то же время, часто случается так, что подобные печальные новости проходят мимо нас, и мы не знаем, что того или иного актера или певца уже нет в нашем мире, а мы думаем, что он жив и здоров. Сегодня я хочу поговорить именно о таких знаменитостях. Возможно, вы считаете, что они по сей день живы. 28 апреля 2022 года не стало актера театра и кино Сергея Корякина. Он снялся более чем в 50 фильмах. К примеру, Сергея Корякина можно увидеть в лентах «Бедная Настя», «Танец горностая», «День отчаяния» и «Клад могилы Чингисана». Сергею Корякину было 50 лет. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Он покоится на Белоостровском кладбище Санкт-Петербурга. 12 мая 2022 года из жизни ушел театральный режиссер, педагог и актер Валерий Гришко. Он известен поклонникам отечественного кино более чем по 45 лентам. В том числе Валерий Гришко снялся в проектах «Улиц разбитых фонарей 5», «Дело чести», «Петр Первый завещание», «Битва за Севастополь» и «Время первых». Валерию Гришко было 70 лет. Актер покоится на Северном кладбище Санкт-Петербурга. 14 мая 2022 года этот мир покинул советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер и кинорежиссер Ренат Ибрагимов. Он был известен многим людям в нашей стране и за ее пределами, именно как эстрадный певец. Ренату Ибрагимову было 74 года, причиной смерти певца стали проблемы с сердцем. Он покоится на Волковском кладбище в Мытищах. 20 мая 2022 года свой земной путь завершил актер Игорь Сидоров. Он снялся более чем в 40 фильмах. К примеру, Игоря Сидорова можно увидеть в лентах «Мама», «Я виноват 2», «Папины дочки», «Воронины» и «След». Игорю Сидорову было 57 лет. 26 мая 2022 года не стало американского актера Реймонда Лиотто. Он известен поклонникам кино более чем по 90 лентам. В том числе Рей Лиотто снялся в проектах «Другой мир», «Славные парни», «Турбулентность», «Ярость», «Козырные тузы», «Окись» и «В осаде». Помимо съемок в кино, этот актер также немного занимался озвучиванием. Голос Рей Лиотто можно услышать в англоязычных версиях проектов «Би-Муви. Медовый заговор» и «Гриффины». Рею Лиотто было 67 лет. Согласно данным из открытых источниках причиной смерти актера стал сердечный приступ. А вы знали, что все эти знаменитые люди уже покинули наш мир? Пишите об этом в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!